В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Карагандинская семья из шести человек может оказаться на улице. Налоговики радеют о здоровье карагандинцев. Стартовала республиканская акция в счастливых семьях «Наша сила». В Караганде многодетная семья вынуждена освободить комнату в общежитии, в которой прожили около 20 лет. Сегодня шесть человек выселяют в никуда. Причина – спустя несколько лет якобы появился законный владелец дома. В непростой ситуации разбиралась наш корреспондент Шазираб Драимова. Уже больше 13 лет семья живёт здесь, в одной из комнат общежития, площадью 12 квадратных метров. Только вот документов на небольшую жилплощадь нет. Прошлый начальник ЖКХ пообещал дать двухкомнатную квартиру многодетной семье, но выделили только комнату в общежитии, так как на тот момент не было свободных квартир. Мол, пока поживите здесь, через пару недель будет уже своя квартира. Недели затянулись на долгие годы. Ну и на эту маленькую площадь нашёлся свой хозяин. Новый владелец комнаты выселяет семью, а идти людям некуда. Куда мне уже обращаться? Куда мне бежать? Сейчас придёт этот Асанов, меня отсюда напнут. Асанов – это хозяин? Хозяин, да. И то интересно как-то получается. По мусору идёт Шабаново, нам мусор приходило. Сейчас там сделали квитанции, строго на мою фамилию приходят. А за свет и за воду приходит вот на Асаново. Многие годы семья бегает в поисках конкретного ответа, что делать, и не может его добиться нигде. У ЖКХ на все вопросы один ответ. Вставайте в очередь, ждите, квартира будет. Женщина встала в очередь на квартиру ещё 2,5 года назад. Оказалось, что жильё 39-летняя женщина с 4 детьми может получить лишь через 45-50 лет. По нашим подсчётам, приблизительно я получу эту квартиру, вот когда я была 3400 с чем-то, это было через 35-38 лет. Мне на сегодняшний день 39. Если мы ещё на 1000 уехали назад, ну это лет через 45, наверное, 50. Совсем скоро. По этому поводу управление ЖКХ города дал свой ответ. На сегодняшний акиматом города было инициировано письмо в Можилис парламента в обрассмотрении законопроекта, то есть закрепление за лицами проживающих без документов в домах государства. В последующем будем ожидать изменения законодательства, чтобы закрепить за гражданкой Хандова. Жизирабдры и Муваеден Жакамбах, Церус Панов, Первый Карагандинский. Безопасность государства, общества и отдельно взятой личности, провозглашённые в стратегии «Казахстан-2050» лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, невозможно без знания норм, законов и умелого их применения. На страже буквы закона стоит судейский корпус, вернее, должен стоять. В Карагандинской области за взятку задержан председатель районного суда. Финансовые полицейские зафиксировали факт получения председателем Бухаржираусского районного суда Булатом Абдикеровым взятки в сумме 100 тысяч тенге за положительное решение вопроса по гражданскому делу, сообщили в пресс-службе финансовой полиции области. Факт получения взятки был выявлен в ходе специальных оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились с санкцией прокурора. На основании полученных в ходе доследственной проверки оперативно-розыскных материалов агентством финансовой полиции внесено ходатайство на имя Генерального прокурора Республики Казахстан о возбуждении уголовного дела в отношении Абдикерова по факту получения взятки. В налоговом департаменте по Карагандинской области проведен семинар с налогоплательщиками по вопросам изменений государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Изменения и дополнения в законодательные акты по изготовлению и реализации алкогольной продукции должны привести к уменьшению потребления алкоголя и дальнейшему упорядочению сферы производства и оборота такой продукции. Это постепенное повышение цен на крепкую алкогольную продукцию, ограничение мест и времени продаж, усиление государственного контроля производства и оборота алкогольной продукции. Устанавливается запрет на торговлю подобной продукцией на территориях здравоохранения, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, стадионах, культурно-досуговых организаций, а также на автозаправочных станциях. Запрет продажи крепкой алкогольной продукции начинается с 21 часа вечера и до 12 часов следующего дня. На алкоголь крепостью ниже 30 градусов запрет остается прежним – с 23 вечера до 8 утра. Данные ограничения не распространяются на бары, кафе, рестораны. Усилена ответственность за реализацию алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года. Установлен ежегодный лицензионный сбор в городах 100 МРП, в районах 70 МРП, в селах и поселках 30 МРП. А также увеличены суммы лицензионного сбора для производителей с 500 МРП до 3000 МРП. А также вводятся приборы, позволяющие проверять подлинность учетно-контрольных марок алкогольной продукции субъектами рынка и потребителями. Следует отметить, что контрольные проборы в учетах также будут устанавливаться и на производстве климов, на производстве мощности, в которых выше 4000 литров в год. Внесены также изменения в закон о рекламе, в части запрета скрытой рекламы алкогольной продукции. Такие вот совещания, семинар-совещания мы будем стараться устраивать почаще, если будут внесения изменений. В то же время я хотел бы вам сказать, что вы приходите, если где-то что-то непонятно, какие-то вопросы возникают, пожалуйста, все двери наши открыты. Между нами должен быть конструктивный диалог. Изменения в законодательстве в первую очередь призваны усовершенствовать механизм государственного регулирования в сфере алкогольного рынка и улучшить качество жизни наших соотечественников в результате снижения потребления алкоголя. Сергей Высокосов, Нурсултан Исаев, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не задержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Исключить личный контакт чиновников и заявителей позволит проект АйКын, предусматривающий прозрачность процедуры рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Комитетом по правовой статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан разработан механизм работы проекта АйКын. Он очень прост и основан на применении современных технологий. То есть непосредственно письменно обратившемуся заявителю выдается талон с присвоением уникального номера 18-значного, впоследствии по которому он может получить всю информацию о ходе рассмотрения своего обращения. За первые полугодия этого года в государственные органы Карагандинской области, подключенным к системе АйКын, поступило более 42 тысяч обращений. Заявителям, обратившимся письменно, выдано 19 362 талона с присвоением уникального номера. В перспективе при полном масштабном внедрении проект позволит выявить системные нарушения и проблемные вопросы в работе государственных органов. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Батья Роспанов, Первый, Карагандинский. В честь 80-летия Караганды трансформаторные подстанции будут украшены рисунками в стиле граффити. Об этом сообщили в ТО «Караганды Жарык». Но для этого художникам, желающим приложить творческие силы в росписи зданий, надо будет принять участие в конкурсе. Представленные в конкурсе эскизы работ в стиле граффити должны отличаться оригинальностью и показать, насколько безграничны фантазии художников-граффистов. Энергетическая компания объявила конкурс. Стать его участником может любой желающий. Главное условие – умение рисовать в стиле граффити. В настоящий момент определено 30 трансформаторных подстанций в Караганде, от стены которых будут представлены художникам. Организаторы конкурса определили тему 80-летия города Караганды. Ежегодно компания Караганды Жарык проводит конкурс граффити. В этом году мы тоже проводим конкурс. Приглашаем всех талантливых райтеров, художников улиц принять активное участие. Тема в этом году – мы посвятили конкурс 80-летию нашего любимого города. Поэтому приносите эскизы в пресс-службу компании. Участвуйте и побеждайте. Организаторы обещают обеспечить художников необходимыми материалами. Жюри определит лучшие работы. Дерзайте, украшайте любимый город. Победители конкурса и самые активные участники будут награждены ценными призами. Приноси свои эскизы с 1 июля по 1 августа в пресс-службу Караганды Жарык. Продолжаем выпуск. Лето – время отдыха. У детей школьного возраста продолжаются долгожданные каникулы. Солнце, воздух и вода. Казалось бы, что нужно ребенку для счастья. Но сложно счесть все неприятности и беды, которые поджидают каждого школьника у водоемов. В целях обеспечения безопасности детей в летний период сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области провели встречу с учащимися школой номер 74. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области совместно с отделом образования города Караганды проводит подобные акции регулярно. Главной целью является недопущение несчастных случаев на водоемах. Именно в летние каникулы дети должны знать и помнить о правилах безопасности на воде. В прошлом году мы такие мероприятия планировали и проводили, и не допустили гибели детей. В этом году тоже мы эти мероприятия проводим. В каждом школе у нас действует кружок «Юный спасатель». Эти дети мы с начала учебника будем привлекать на эти кружки. Сейчас в продаже имеются различные плавательные средства. Даже если ребенок умеет плавать, не следует доверять надувным матрасам и прочим плавательным атрибутам. Во-первых, в самый неподходящий момент они могут лопнуть. Во-вторых, течением и ветром может отнести далеко от берега. А это очень опасно. Именно такие советы дали школьникам сотрудники по чрезвычайным ситуациям области. Специалисты отдела образования говорят, что такие встречи проводят во всех школах города. Особенно в период каникул. Совместно с представителями всех органов проводим вот такое совместное мероприятие для нескольких школ совместно. Помимо этого, представители всех этих заинтересованных структур у нас по отдельному графику ходят еще по школам. И ознакомят детей со всеми видами безопасности жизни. Учащаяся средней школой номер 74 Владислава Голубь говорит, что проведение таких мероприятий очень полезно для всех школьников и их родителей. Ведь они должны знать, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Сегодняшнее мероприятие очень важно и для меня, и для близких. Потому что в любой момент может случиться разная чрезвычайная ситуация. Я должна обязательно знать правила. Самое главное это не паниковать и если что спросить, попросить помощи взрослых. Я обязательно расскажу все это друзьям, знакомым и близким. Самое главное не оставлять детей без присмотра. Школьники должны быть всегда под наблюдением взрослых. Маленьким детям нежелательно нырять. Если ребенку в луко попала вода, это может привести к серьезной болезни. И еще один совет от специалистов по чрезвычайным ситуациям. Ребенку нельзя купаться в глубоких местах не только если он плохо плавает или неуверенно держится на воде, но даже если он отличный пловец. Соблюдая основные правила безопасности на воде, можно избежать несчастных случаев. Гульнур Жакен, Нурсултан Исаев, Бахтяр, Успанов, Первый Каргандинский. Впереди небольшая реклама. Не переключайтесь. Окна Артек. Идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна Артек. Ваше спокойствие на долгие годы. Артек. Окна для жизни. В городе Саранье дали старт республиканской акции «В счастливых семьях. Наша сила» в рамках общественного движения «Казахстан-2050». В рамках акции «В счастливых семьях. Наша сила» уже в июле по всему Казахстану заработают дворовые площадки. Согласно проекту, впереди целый месяц активного отдыха, хотя его можно продлить по собственному усмотрению. Жители городов смогут принять участие в мастер-классах, узнать много новых игр на свежем отдыхе и многое другое. Эта программа рассчитана на месяц, но мы ее хотим проводить не только месяц, мы хотим ее систематично проводить ежегодно, все летние месяца и даже зимние, ведь много и зимних совместных игр, это игры в снежки, катание на лыжах и коньках и так далее. Целью таких мероприятий сплотить жителей двора, чтобы каждый вечер жители вместе с детьми могли весело и дружно проводить время, оторваться от телевизоров и компьютеров и набраться сил. В рамках поддержки семьи, детства в нашем городе проводится очень много мероприятий и это очередное, так скажем, в летний период это особенно важно, потому что дети должны быть охвачены отдыхом, досугом, а внутри двора это проще организовать и намного доступнее, то есть взрослые и дети могут совместно объединиться. Спонсором мероприятий является общественный фонд Самрук Казана. Организовать эти мероприятия без поддержки жителей, без помощи городского центра молодежных инициатив, без волонтеров, людей, которые готовы добровольно помогать городу не получилось бы. Очень приятно, что вот так каждый двор будут создавать такие праздники, в общем создавать праздник детства для детей, для взрослых, очень интересно, хотелось бы, чтобы вот в каждом дворе все лето, чтобы мы чувствовали, что о нас заботятся, о наших детях, внуков, в общем очень хорошо, пусть будет так всегда, мы рады, что так вот первый праздник в нашем дворе. Семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. Она является основой нашего независимого Казахстана. Именно в семье первоначально закладываются жизненные ценности и традиции. В завершении выпуска еще об одном. В период с 23 по 30 июня этого года юные инспекторы школы лицея номер 101 представляли Карагандинскую область на 14-м республиканском слете ЮИД в Ускаменогорске, по итогам которого завоевали 4 призовых места в различных номинациях и 3-е общекомандное место. На областном слете в мае этого года отряд ЮИД школы лицея номер 101 занял первое место. Ежегодно такой конкурс проводится отделом образования города Караганды совместно с отделом административной полиции УВД. Проходил республиканский конкурс юных инспекторов дорожного движения в городе Ускамен, где 101 лицей города Караганды заняло третье место. Вообще такие мероприятия проходят ежегодно. Мы совместно с отделом образования и отделом административной полиции города Караганды в этом году проводили конкурс юных инспекторов дорожного движения. В городе Караганда, где участвовало свыше 50 команд. Это мы проводили в двух районах. В районе имени Хазбекби первое место заняла 101-я школа. Среди школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения конкурсные мероприятия проводятся в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у учащихся культуры правильного поведения на дороге. Наша команда занимала первые места на городском и областном слете ЮИД, а на республиканском мы заняли третье место. Первое заняли Костанайская область и второе Казаларзинская область. С нами участвовали все области Казахстана, а также страны СНГ, это Таджикистан, Россия и сборная Казахстана, победители прошлых республиканских игр. В истекшем учебном году по итогам городского конкурса победителями были признаны отряды ЮИД школы-лицея номер 101, среди организации образования района имени Хазбекби и школы-гимназии номер 95 среди школ Октябрьского района. С честью, выдержав испытания городского и областного конкурсов, ЮИДовцы школы-лицея номер 101 не подвели карагандинцев и в Усть-Каменогорске. Третье, общекомандное место в республиканских соревнованиях не только почетно, но и доказывает уровень подготовки наших школьников на знание правил дорожного движения и умение их применять на практике. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Аман Сау Болгстар. Аман Сау Болгстар. Аман Сау Болгстар. Аман Сау Болгстар.